Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Ильтон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Этот эфир я начну с цитаты. Цитаты из статьи под названием «Тревожно» украинского философа-политолога Андрея Ермолаева. Итак, избиратели после слепой электоральной мести за все реэволюционные петли прошлого, войну и хроническое воровское вранье пока не хотят открывать глаза, потому что, как известно, надежда умирает последней. Массовые настроения «Зе» сильнее самого «Зе». Конец цитаты. А с нами на связи из Киева Андрей Ермолаев. Рад вас приветствовать. Андрей, добрый день. Здравствуйте, взаимно. Андрей, я хочу оттолкнуться от вашей мысли. Избиратели не хотят открывать глаза. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько, ну скажем, приоткрылись глаза у народных избранников от теперь правящей партии под названием «Слуга народа» после тренинга, который был проведен с ними в городе Трусковце? Пришло ли к ним понимание того, что они вообще хотят построить, что новая власть хочет построить в Украине? Это, во-первых. Или их там по определению, об этом много писали, по определению читавшего им лекции советника президента Украины Никиты Патураева, окончательно убедили в том, что они никто. И могло ли в этом случае прийти к ним осознание или понимание того, что, опять же, цитата из вашей статьи, «Парламент – это субъект мира творческой политики, организатор внутреннего диалога и мира творческих переговоров». Конец цитаты. Вы знаете, ситуация посложнее будет, чем привыкли в Украине к послевыборным ситуациям. И вот почему. Действительно, впервые в политической истории очень большое количество избирателей с разными взглядами и живущих в разных регионах голосовали в кавычках вслепую. Не столько за кандидатов, которых они знают как политиков, со своими взглядами, делами, сколько за такую коллективную политическую силу, лидером которой стал победитель президента. С надеждой на то, что благодаря этой силе они решат уже наболевшие за многие годы такие вопросы, как социальная справедливость, большое желание мести тем, кто стал олицетирять прошлые режимы с их коррупцией, несправедливостью, войной. И это желание пока сильнее каких-то рациональных соображений. Более того, на мой взгляд, избиратели будут ждать не только работы парламента, но они будут ждать и перемен в сфере местной власти, силовых структур, судей. И в отличие от прошлых побед и прошлых имен президентов, когда социологи фиксировали некие такие тренды, разочарования уже через 3-4-5 месяцев, мне кажется, что ресурс надежды победы Зе намного сильнее. Именно потому, что кроме феномена самой личности Зеленского, пока сложной и, мне кажется, до конца не понятой избирателям, есть настроение Зе. Они антиэлитарные, они мстительные и они в длинную. Другое дело, если говорить серьезно, когда возможны первые вызовы для новой власти? Они будут связаны с уже первыми комплексными решениями, которые анонсированы на эту осень. А эти решения будут связаны с реформами земельных отношений, с ожидающейся новой реформой судей, с ожидающимися изменениями в политике здравоохранения. Ну и очень многого ждут от новой бюджетной политики, это есть его часть увеличения социальных инвестиций. Я думаю, что избиратели в начале 2020 года могут удивиться, увидев, что слуги народа ведут себя, скорее, как господа. Но до этого нам нужно дожить еще полгода, мне кажется, ресурс, надежда существует. Андрей, еще одна цитата из вашей статьи. Поколение Зе сырое и по-пионерски легкомысленное. Забыло, что 25-30-40 лет – это взрослый возраст и политика – сфера взрослых поступков, а не школьничества. Конец детства нового поколения может быть или концом для всех, или началом взрослых поступков и решений. Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, что в вашем понимании взрослые поступки и решения, и не будет ли неким препятствием на пути этих взрослых поступков и решений для команды Зе то, что почти половина народных избранников от этой партии пришли по мажоритарным округам? Да, хорошая цитата. Все это писалось быстро, ночью, но, как правило, то, что пишется быстро и самоискренне. Понимаете, какая штука? Я сам имею свой личный опыт партийной работы. Несколько лет посвятил работе в народодемократической партии, когда я возглавлял Валерий Пустовойтенко. Причем отвечал за важное направление – идеологическая работа. Я не понаслышке знаю, что такое создание партийных школ, как сложна работа с активом. Да и вообще партия – это коллектив. Как бы ни менялись времена и какие бы ни менялись принципы организации современной политической партии – это всегда коллектив. Пусть с разными точками зрения, но это соратники в деле. И это большая внутренняя работа по выработке общих подходов и для законодателей, и для региональной политики, и для общей идеологической позиции. Чему я был удивлен? Действительно, ситуация беспрецедентна. Люди знакомятся по факту победы. Но я и скажу из-за того, что все победители, и 25-ти, и 40-летние – это люди с высшим образованием, преимущественно с высшим образованием. Это люди современные. То есть они имеют огромное количество возможностей самообразования. Это самая популярная система. Учиться от ясли до конца жизни своей. Ну и последнее. Эти люди настроены быстро освоить политическую деятельность. С чего начинать? Ну, наверное же, не с регламентами, не с личной стратегией. Жизнь в стране не останавливается. И любая, даже самая незрелая политическая сила, получив власть, прежде всего, должна организовать работу по тем вопросам, ответы на которые ждут в самом обществе. Это бюджет, война, ключевые направления изменения, такие как, например, судебная реформа и реформа децентрализации. Это вопросы, связанные с общей финансово-академическим положением. Я, откровенно говоря, ожидал того, что эта политическая сила, перезнакомившись, займется предметной работой по этим сферам, а не личным ростом и азами. Поэтому, когда начала поступать информация, чем заняты, на мой взгляд, взрослые люди, желающие заниматься политикой, это мне напомнило пионерский лагерь. Я в этом вижу определенный элемент безответственности. Более того, давайте смотреть глазами не наблюдателя другого государства, а глазами украинского гражданина. Ну, лето. Но в украинском кризисе нет сиесты. Ну, а война не останавливается. Ну, усталость от выборов. Но кто сказал, что политика – дело простое? Какие отпуска? Какие переносы сессий? Вот это некоторая легкомысленность и задорность нового состава. Причем, самое интересное, возможно, люди-то не хорошие, но это говорит о легкомысленности организаторов, которые на первом месте ставят дисциплину. Сейчас вот анонсируется система контроля голосования, которая мне напоминает Урловский, 1984 год. Это говорит об отсутствии доверия и взаимопонимания. Они хотят друг друга контролировать информационными технологиями количество голосований, случайных попаданий. Вот это я называю незрелостью. И это действительно меня тревожит. Потому что общество мало интересует, кто и как пришел на пост законодателя. Общество будет интересоваться, насколько человек готов принимать решения с завтрашнего дня. А вот эта легкомысленность, несомненно, настораживает. Из чего я сделал вывод. Первое. Ну, политику не остановишь. И центры разработки и принятия решений будут формироваться помимо пионерского лагеря. Наверное, в офисе президента. Я уверен, что не будут ожидать в стороне, а будут активны все политические оппоненты. Как старого, так и позапрошлого режима, так и новые силы. А в этом смысле, кто сильнее, кто подготовленнее, с оконопроектом, с убедительной позицией, с новой идеей, тот и окажется впереди. То есть, грубо говоря, эта незрелость, она перестает быть смешной, несмотря на всю убедительность картинки. Андрей, хотел спросить вас про историю с недоотставкой главы администрации президента, господина Богдана. Можно ли, на ваш взгляд, эту историю тактовать, как некую попытку команды З выйти из подназываемого внешнего управления, поскольку, как известно, якобы на отставке Богдана настаивали Соединенные Штаты? Ну, это любимая игра украинцев. Предполагать, какие большие игроки зачем стоят. Мне кажется, ситуация и проще. И вместе с тем, ну, многослойнее, что ли. Действительно, линия, которая возникла, линия противостояния команды З и Кличко, она сейчас в фокусе. И все вообще сведено к боданию между мэром Киева и главой офиса. Уже, мне кажется, в не очень привлеченной форме. Но если внимательно проследить за поведением Зельянской его команды в течение первых двух месяцев, они много уделили внимания региональным поездкам. И в каждом регионе поднимался вопрос о недостатках, о коррупции, об эффективности работы мэрского и депутатского корпуса. Мэр Кличко просто большая мишень. И мне кажется, я вам скажу свою версию, что Кличко, учитывая, что мы имеем дело с политиками, которые владеют искусством постановки, мэр Кличко прекрасная мишень для того, чтобы обострить и сфокусировать внимание избирателя на необходимости продолжения перемен уже через досрочные местные выборы. Кстати говоря, Кличко ведет себя так, как будто расписан сценарий. Он правильно отвечает, он сам подтвердил готовность идти на досрочные выборы. Короче, мы уже в этой конве. А вот почему Зеленскому, его команде, я сейчас не о парламенте, а команде, которая с ним вместе разрабатывает решения и подсказывает. Почему нужны досрочные местные выборы? Ну, не только потому, что они действительно увлечены утопией смены всех и привода новых лиц. Мне кажется, здесь куда более серьезное, подноготное. Среди намерений новой власти, причем эти намерения сейчас подтверждаются, это реформа земельных отношений, снятие моратория на куплю-продажу. Но ведь не секрет, что в Украине ситуация с реальной оценкой, мониторингом земельных ресурсов, ну, если не катастрофично, то кризисно. Все попытки завершить работу над Кадастом проваливались. Огромная часть земельных ресурсов, как сельхозное назначение, так и не сельхоз, находится в так называемой серой зоне. Эксплуатируются без заявки, урожаи скрываются. Часто происходит манипуляция землей не сельскохозяйственного назначения, особенно, когда формируются генпланы новообразованных ОТГ и формируются территориальные границы. Поэтому здесь невозможно просто открыть вентиль и разрешить формальное денежно-товарное отношение, связанное с землей, без наведения порядка с земельными ресурсами. А здесь нужна договороспособная, лояльная и прозрачная местная власть. Такой власти у Зеленского нет. Я думаю, что идет поиск, причем целенаправленный поиск поводов, мотивов и идеологических аргументов параллельно с рынком земли запустить и досрочную кампанию по региональным властям. Но я имею в виду прежде всего это уровень областных советов, мэров крупных городов, мэров малых городов, ну и городских советов. Там, где действительно может сработать механизм партийных выборов. А Кличко оказался очень удобной мишенью. У него и правда, как у мэра, не очень хорошая ситуация с поддержкой киевлян. По разным данным рейтинг доверия невысок. И хотя он бьет копытом готовить и досрочные выборы, сможет ли он победить, не знаю. Но, и последняя мысль, мне кажется, важная. После парламентских выборов многие политические силы, как прошедшие в парламент с невысоким результатом, так и проигравшие, считают, что реванш они могут взять через местную власть. Тем более, что следующий выбор в 2020 году осенью по плану, несомненно, настроение общества изменится, особенно учитывая сложности с экономикой, да и залихватские планы новой власти, которые, как считается, будут для общества не популярны. А значит, можно реваншировать, укрепившись поддержкой местных элит, обеспечив успех своих политических команд на выборах, таким образом, как бы восстановить влияние. Так что работа в регионы сейчас с двух сторон начинается, со стороны проигравших и со стороны власти, кто первый. А вот региональные элиты в интересном положении, они слышат новое предложение команды Зеленского. Речь идет и о возможном усиленном статусе региональной власти с элементами автономии, речь идет даже в будущем о возможном двухпалатном парламенте, где региональные элиты получают шанс иметь какой-то свой мандат. Во всяком случае, Верхняя Палата рассматривается как Палата территорий. Ну и, естественно, участвовать затем в организации рынка земли, где не сомненки, если я на мехлит. Но, с другой стороны, уровень популярности и тех политических сил, которые сейчас представлены на местах после выборов 2015 года, да и лично многих, крайне низка. И есть страх потерять место. Вот они сейчас колеблются. Из-за их настроения идет борьба команды Зеленского. Кличко стал воплощением этой борьбы. Это моя версия. Андрей, теперь хотел бы вернуться к президенту Зеленскому. Он вчера, 3 августа, объявил о том, что на сентябрь запланирована его встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я не знаю, какие надежды он возлагает на эту встречу, но вопрос к вам. Насколько вы разделяете мнение о том, что Зеленский интересует Трампа исключительно в том, чтобы тот предоставил ему некий компромат на Джо Байдена и его сына за известные похождения? Мне кажется, что вопрос Байдена и компромата слишком сужает проблему. Я думаю, и без просьб украинские политики, по традиции, часто кланяющиеся известным западным лидерам, готовы услужить. И так все, что нужно, да уже, наверное, и предоставили. Буризма и тема представленности интересов семейства Байдена в буризме, это уже притча в языцах. Не вижу больших секретов по Лишинелле. Что может интересовать американскую администрацию осенью с началом кампании? Это дополнительные факты, связанные, например, с судьбой кредитов, с работой МВФ, с подноготной работой с украинскими коррупционерами, которые имеют свои каналы выведения капитала, в том числе и американскую экономику. А я напомню, что сейчас там ни шатка, ни валка, но идет судебный процесс вокруг, привата, если не ошибаюсь, в штате ТЛПР. Вот эта часть информации, да, как набор аргументов, что украинская элита, старый ее состав, участвовала в международной политической коррупции, и это связано с администрацией демократов, вполне может быть востребовано и может даже предоставлено. Но я хочу обратить внимание на другой аспект, об этом я уже говорил. С июня украинские дипломаты, и, кстати, украинское посольство в Соединенных Штатах в том числе, утверждали, что нынешняя администрация Трампа очень заинтересована в новых контактах с Зеленским, учитывая весь комплекс проблем, и что встреча вполне возможна сразу после парламентских выборов. А вот затем возникла пауза, и вместо августовской встречи, между визитом высокого уровня, новых переговоров, новых уполномоченных по украинскому вопросу, мы видим, что с лукером вопрос не лишен. С нормандской встречей тоже возникла пауза, и максимум, на что можно рассчитывать, это, по сути, на консультации, даже, а не переговоры, на уровне Министерства наставных дел в конце августа. А информация о поездке Зеленского совпадает, на мой взгляд, просто с уже запланированным визитом украинского президента на Генеральную Ассамблею ООН, которая состоится во второй декаде сентября. Я думаю, что здесь, скорее, использование удачного повода, чем прорыв и какое-то специальное соглашение. Вот в чем дело. То есть, все проще. Ну, естественно, если Зеленские будут в Вашингтоне, то не встретятся, это негативный знак, встретятся. Статус визита официальный, что означает, что, естественно, правильные фотографии и переговорная комната будут, но, как правило, на официальных встречах не подписываются документы уровня договора, либо каких-то крупных соглашений. Если рабочие встречи чаще всего без ГАУ, это периферийная, то официальная, это, как правило, подготовительная встреча. Государственный визит пока не планируется ни Зеленского в США, ни Трампа в Украину тем более. Так что, мне кажется, что встреча периферийная. Я ее трактую следующим образом. Нет выработанной позиции Украины и Соединенных Штатов в вопросах войны и мира. Есть большое недоверие со стороны администрации Трампа в отношении того состава власти, который сейчас складывается вокруг Зеленского. Слишком много политиков, которые ассоциируются с прошлым влиянием демократов. Но я уж не говорю о том, что под вопросом, сможет ли эта команда Зеленского действительно помочь в борьбе с демократами по комплексу вопросов. Это и будет тест. Но самое, пожалуй, для меня важное в этой ситуации, что, по всей видимости, новые подходы к урегулированию войны будут решаться не в формате Украины-России, а, скорее всего, в формате Соединенных Штатов-России, Соединенных Штатов-Евросоюз и в этом треугольнике. И Украина будет ставить перед фактом. Вот так я вижу масштаб и, возможно, перспективы встречи. Андрей, и последний вопрос. Косвенно я возвращаюсь к первому вопросу. Вы упомянули вскользь о государственном бюджете. Так вот, согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий 2020 год. Осталось меньше полутора месяцев. Скажите, пожалуйста, насколько принципиально, кто конкретно представит госбюджет Верховной Раде, я имею в виду премьер-министра, особенно в контексте того, что большая часть бюджета прошлого, вернее, нынешнего, 2019 года была потрачена, предполагалось ее потратить на выплату долгов и процентов по кредитам. Ну, начну с последнего. Насколько мне известно, в сентябре это один с пиковых месяцев по очередным выплатам внешних долгов в целом. Этим объясняется во многом и такая специфическая конъюнктура сейчас с курсом гривны, которая резко, где гривна резко подорожала. И это объясняется необходимостью скупки дополнительных ресурсов на рынке. Кстати, Национальный банк рапортует, что он сейчас скупает валюту на рынке. Плюс ожидаются поступления от экспорта аграриев. Здесь тоже видна определенная конъюнктура, занизить стоимость выступающей валюты, чтобы выгодно ее скупить. Но теперь о бюджете. Действительно, этот бюджет готовится к правительству Гройсмана. Более того, бюджетный процесс начинается, как правило, еще в конце мая-июня, когда готовятся основные параметры бюджетной резолюции. Они рассматривались в комитете старого состава. И к первому чтению, на начало сентября будут предоставлены основные параметры. Но я думаю, что, скорее всего, понимая, что нынешний новый состав парламента полностью зависим от тех разработок, которые вне их контроля, я бы предположил, что команда ЗЭП поступит, как она уже поступала. Они примут этот проект с сведенью. Гроба говоря, документооборот будет проведен правильно. Правительство Гройсмана передаст первое чтение. Скорее всего, он тут же будет завернут на пересмотр, на уточнение. И возьмут паузу недельки этак на две для уточнения уже в новом составе правительства. Поэтому я думаю, что серьезный разговор о том, каким будет бюджет Зеленского, будет где-то к концу сентября. Грубо говоря, они сыграют такую красивую игнорирование предложений Гройсмана. И нужно учитывать еще вот что. По ряду, после поездки Зеленского в Канаду, мы услышали несколько интересных сигналов, в частности, то, что Соединенные Штаты, кроме военной помощи, готовы предоставлять Украине и новые государственные гарантии под кредиты. Там, по-моему, миллиард или два фигурировало. Я не знаю, завершена ли работа по оформлению новой финансовой помощи. И, кроме того, я думаю, что здесь есть определенная связь, Евросоюз по ряду программ тоже обещает Украине новую кредитную поддержку. По разным направлениям, но суммарно где-то в районе миллиарда евро на следующий год. Я думаю, что учесть это все сможет уже правительство Зеленского, потому что они получают эти предложения, обещания, и им их считать. Но для меня критерием того, каким будет бюджет Зеленского, является не столько вот эта техника ухода от расчетов Гройсмана и предоставления своего варианта. Здесь все понятно и просто. Переживем послание президента Зеленского, еще впереди так называемая коалициада монокоалиции, принятие программы, формирование правительства. Им будет чем заниматься перед в Индии, уверяю вас. А вот потом поездка в Соединенные Штаты, так что к концу сентября, дай Бог здоровья, будет рассматриваться уже переделанный первый вариант бюджета правительства Зеленского. Но интереснее здесь другое. Будут ли изменены общие пропорции финансирования на оборону и правоохранительные органы и на социальные инвестиции? Потому что пропорции критичны. Будут ли более прозрачными планы по финансированию оборонного комплекса? Тем более изменения в руководстве там уже произошли. Будет ли это сопровождаться параллельными бюджетными расследованиями, связанными с теми тендерами, которые на этот год уже проведены? Ведь, как правило, бюджет на следующий год принимается в контексте ревизии текущего бюджетного года и его итогов. Особенно в части поступивших и не поступивших на логово. Ну и последний момент. Почему этот бюджетный процесс будет интересен? Будет рассматриваться бюджет с лагом на три года. То есть, грубо говоря, бюджет 2020 плюс бюджетные показатели на так называемое среднесрочное планирование. Учитывая, что слуга народа получил поддержку людей с такой красивой идеологемой, что они будут работать. Вот они все украденные вернут в страну. И это слуги народа, а не господа. Я бы предложил главный фокус. Будет ли демонтироваться бюджет войны? Будут ли увеличиваться объемы социальных инвестиций? И оправдаются ли надежды региональных элит, что все это еще будет параллельно происходить с действительно плановой децентрализацией, дальнейшей децентрализацией бюджетных средств и увеличением поступлений в местный бюджет. Учитывая, что огромная нагрузка, а реальное переступление так осталось примерно 70 на 30 или 65 на 35, если в этой структуре поступление. Вот эти три критичных параметра, они скучны для зрителя, наверное, но они важны с точки зрения понимания, что на самом деле будет делать в бюджетной сфере новая команда «З». Так что не начало сентября, а конец, и я думаю, мы будем иметь пересмотренный бюджет. Андрей, огромное спасибо за очень интересное мнение, спасибо, всего доброго, успехов и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Всего вам. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова